Привет-привет! Я рада тебя приветствовать во втором дне нашего супер полезного интенсива. Вчера мы с тобой научились задавать такие вопросы, как What is your name? Where are you from? What's your job? И я надеюсь, что ты их уже выучил и можешь не только спрашивать, но и отвечать на них. Таким образом, мы уже можем с кем-то познакомиться, мы можем завести диалог и начать разговаривать. Сегодня я тебе расскажу полезную информацию о том, что мы любим или не любим делать. Потому что, когда мы ведем какую-то беседу, мы разговариваем о своих предпочтениях, о том, что нам нравится или не нравится. И вот сегодня мы с тобой будем отвечать на такие вопросы, как What is your hobby? What do you usually do in your free time? What do you like to do in your free time? What do you like to do on the weekend? What do you like to do on holidays? Вот такие вот вопросы мы будем обязательно использовать для того, чтобы узнать нашего собеседника получше и узнать о том, что же ему все-таки нравится, чтобы найти какие-то с ним точки соприкосновения, завязать беседу и продолжить общение дальше. И какими же мы фразами можем ответить на такие вопросы? Конечно, самая простая фраза это I like. Мне нравится или я люблю? I like, for example, I like reading, я люблю читать, I like swimming, я люблю плавать, I like surfing the internet, я люблю шариться в интернете, I like watching TV, я люблю смотреть телевизор, I like spending my free time with my family and my friends, я люблю проводить свое свободное время со своей семьей и со своими друзьями. Also, we can say I really like, I really like, мне действительно нравится или мне очень нравится. For example, I really like reading, мне действительно нравится читать, I really like swimming, мне действительно нравится плавать. Или может быть даже сказать, I really like traveling all over the world, мне действительно нравится путешествовать по всему миру. Ну, кому же не нравится путешествовать по всему миру. Also, we can say some other phrases. Также мы можем сказать некоторые другие фразы. For example, I am fond of. I am fond of это я увлекаюсь или я в восторге от чего-то. I am fond of reading, я в восторге от чтения. For example, we can say I am fond of dancing. Я в восторге от танцев, мне действительно очень нравится танцевать. То есть, это все мы можем сказать просто одной фразой I like, мне нравится. Но чтобы усовершенствовать свои знания, чтобы не просто использовать какие-то фразы легкие и простые, которыми дети пользуются в школе, мы расширяем свой словарный запас, мы подключаем новые фразы, которые позволяют нам выйти на новый уровень общения. I am fond of, мы можем также сказать I am fond of listening to jazz music. Я действительно в восторге от джазовой музыки. I am fond of синонимичная ей фраза I am keen on. Тоже переводится как я в восторге от чего-то. I am keen on dancing, I am keen on swimming, I am keen on reading books. Причем две эти фразы употребляются именно так. To be fond of. To be keen on. Вместо to be мы подставляем am, is или are. Это ты сможешь прочитать в методичке, которая будет прикреплена к этому видео. И более подробную информацию узнаешь уже там. Поэтому, когда мы используем эти фразы, мы говорим to be fond of, to be keen on. Но будь внимателен, здесь очень важно обратить внимание на предлоги of и on. To be fond of, но to be keen on. Все предлоги, все идиомы, все фразеологизмы проще заучивать и использовать их на практике. Ну и также я для тебя подготовила еще две немаловажные фразы. Это фраза I am crazy about, I am crazy about. Ты наверняка ее слышал. I am crazy about dancing. Я без ума от танцев. Мне очень нравится танцевать. To be crazy, to be crazy about. To be crazy, это значит быть немножечко сумасшедшим. To be crazy about dancing. То есть быть настолько влюбленным, настолько любить танцы, что можно и описать это именно так в английском языке. To be crazy about. For example, I am crazy about my child. And I am crazy about my husband. And I am crazy about my friends. Но и эту же фразу мы можем использовать с глаголом действия. I am crazy about dancing. I am crazy about reading. I am crazy about swimming. And other phrases. И напоследок еще одна очень крутая фраза. I like swimming very much. К чему же я ее вообще сказала? Нет, конечно, не к тому, что я очень люблю плавать. Ну, хотя может быть и так. Ну, так вот. I like swimming very much. Очень тебя прошу. Когда ты хочешь подчеркнуть, что ты что-то любишь, не нужно говорить I very like. Это простейшая фраза, которой дети пользуются в первом классе. Поэтому мы с тобой усовершенствуем свою речь. Мы хотим гораздо красивее разговаривать и выражать свои мысли. Поэтому, чтобы подчеркнуть, что что-то очень сильно, в конце просто нужно добавить very much. I like swimming very much. I like running very much. И именно вот такую фразу мы и будем с тобой использовать в английском языке. I like что-то very much. И есть очень важное правило, которое во всех этих фразах мы с тобой можем заметить. И что же это за правило? Если ты обратил внимание, то после всех этих фраз используется герундий. Не пугайся, не пугайся. Что такое герундий? Это глагол, к которому мы добавили окончание ing. Оно по-другому называется инговое окончание. И так у нас получилось существительное. I like reading. Я люблю чтение. Но вот это вот чтение, мы в русском языке не говорим так. Мы говорим, я люблю читать. Поэтому на русском мы переводим я люблю читать, но в английском мы проговариваем как I like reading. В таких фразах как I like, I really like, I like something very much, I love, I hate. Мы будем употреблять именно герундий. То есть вот этот глагол с инговым окончанием. То есть если ты встретишь эти фразы, то помни, эти фразы являются герундиальными. Именно после них мы используем герунди. I like reading. I like swimming. I really like dancing. I like dancing very much. Также герунди будет использоваться во фразах, которые мы только что выучили, которые используются с предлогами. Это такие фразы как I'm crazy about, I'm fond of, I'm keep on, for example. I'm fond of dancing. I'm keep on dancing. I'm crazy about dancing. Все верно. Предлог of, on и about. Вот здесь они нам и слышны. I'm fond of. I'm keen on. I'm crazy about. Окей, very nice, отлично. Теперь давай мы с тобой немножко попрактикуемся. Как ты скажешь, я очень люблю читать. I like reading very much. Прям громко и четко проговаривай, даже если ты сейчас на работе. Даже если рядом с тобой кто-то находится. Не нужно стесняться. Проговаривай. И помни о том, что когда мы говорим, говорим и говорим, только тогда мы начинаем действительно говорить. Только тогда у нас развивается разговорный навык. Потому что сколько бы словарного запаса у тебя не было. Если ты не будешь разговаривать, то смысла от этого никакого нет. А у нас с тобой именно разговорный реальный английский. Я в восторге от игры в футбол. Или я в восторге от того, что я играю в футбол. I'm fond of playing football. Мы можем использовать фразу I'm keen on. I'm keen on playing football. Или я в восторге от использования интернета. Я в восторге от того, что я люблю шариться в интернете. I'm keen on surfing the internet. У тебя все отлично получается. Ну а теперь, конечно же, давай перейдем к самому главному. И к самому важному. Это же, конечно, твое домашнее задание. Ты должен познакомиться. Ты должен использовать те фразы и выражения, которые мы уже выучили. Обязательно используй фразы и расскажи своему собеседнику, что тебе нравится, чем ты увлекаешься, что ты любишь, действительно любишь делать. Обязательно введи свою рабочую тетрадку. Я же надеюсь, у тебя уже есть рабочая тетрадка, в которой ты записываешь новые фразы и выражения. Если еще у тебя такой нет, то обязательно заведи и записывай. Сфотографируй ее или сфотографируйся сам на фоне этой тетрадки. Ты можешь отправить эту фотографию мне или выставить в соцсетях заявление о том, что ты действительно дойдешь до конца нашего интенсива. И что ты действительно решил выучить английский язык и раз и навсегда преодолеть свой языковой барьер. Еще немного про домашнее задание. Конечно же, это полноценное общение с твоим собеседником. Создай прям целый диалог. Твоя задача как можно больше попрактиковаться в новых фразах. Рассказать, чем ты любишь заниматься. Ты можешь отправить аудиосообщение. Ты можешь даже записать видеосообщение, где ты рассказываешь о том, что тебе действительно нравится, чем ты увлекаешься, что ты любишь делать. И помни, что и так мы с тобой двигаемся от простого к сложному. Каждый день небольшими шажками. Все будет круто и интересно. И завтра тебя уже ждет новое домашнее задание. Поэтому с тобой была Юлия Загужевская. See you soon. Bye-bye.